всем привет сегодня сделал видео про разделку всяких птиц маленьких больших но в принципе ничего такого особенного но может быть какие-то мелочи будут полезны ну либо начинающим вот на примере я тут покажу ну вот сначала ее можно ощипать можно и полностью вообще довести до такого состояния как тушку курицы из магазина здесь отличие только в том что это дикое животное как бы тут и чистить придется плюс там могут быть какие-то паразиты которые многие неприятны что вот они могут по рукам ползать они для человека не особо опасны ну бывает такое что типов вошь какая-то ползет или что-то такое они на чайке жить не будут вот кого это очень волнует и в принципе нормальная практика такая вот есть такие эти то есть вот щипал потом вот под костром чуть-чуть подержать или вот есть такие газовые резаки сейчас не брал с собой сделал чтобы эти перья свернулись и заодно эти паразиты убьются вот такая тонкости плюс я сейчас покажу вот именно свою охотничью разделку как вот я чаще делаю тут как бы в утке особо есть нечего только грудка там может быть сердце ну вот эти вот бедра но они очень маленькие это не куриные бедра поэтому основном это грудка ну способ такой что вот если заморачиваться по ножам у меня канал такой немножко ножевой тут самое лучшее вот такие вот маленькие полуфилейники либо берлэнтраут тут одни из моих любимых охотничьих ножей именно по этой причине потому что они шкуросъемные хорошие здесь вот мы делаем что-то типа такого что снимаем шкуру вот эти вот видите это как бы пеньки такой пеньки называется вот эти вот это перья у нее новые растут к зиме ничего такого нету ну и заодно этот способ помогает понять какого качества мяса вот если просто ощипать и сразу готовить не сразу поймешь как мясо выглядит вот так вот когда делаешь сразу видно что и просто вот так вот шкуру снимаем как вот с какого-то копытного животного. Эти ножи они очень хорошие именно как скурышку расъемные. То есть прямо до такого состояния просто оттягиваешь вот так срезаешь ее. Там ничего толком нету сейчас и жира у нее особо нету и ничего и ноги тоже чтобы так вот начали выходить сюда и посильнее вниз вот сюда не очень удобно потому что на камеру делаю. Вот как бы видно что мясо качественное шметки можно пока вытащить. Желательно с собой рядом тряпку какую-то иметь чтобы вытирать руки. Но вот эта трава с росой тоже идеально подходит. И дальше вот просто срезаем эту грудку также как вот у курицы вот отличный кусок мяса достаточно большой. Кладем его сюда и можно вообще все вычистить так что совсем чтобы чисто было вот эти ножи они вот как раз этим хороши. Кость у курицы очень твердая то есть они могут посадить практически любую сталь поэтому давить пилить по ним не надо. Супер порошки конечно выдерживают и много вот так даже если вот так делать как-то но зачем их лишний раз купить. Вот это такой хороший очень быстрый способ там сидеть щипать особенно сейчас я не только одна была нужна. Настрелять много знаете это там сидеть и чистить их полностью то еще удовольствие Ну вот принцип понятен если надо ногу хотите ногу там съесть бедро я имею ввиду. Вот как ногу отрезать правильно вот ее складываешь вот это вот сухожилие перерезается под давлением просто одним касанием Видишь она так щелкнула. Дальше можно так покрутить в принципе все просто потом перерезать вот это сухожилие и все Тоже чтобы не пилить по костям потому что очень твердые у него кости крепче чем у даже диких животных Вот потому что им надо летать чтобы кости были легче они сверху очень твердые внутри пустые И дальше вот эту шкуру просто вытащить оттуда ногу вытащить из шкуры. Очень твердые сухожилия здесь их лучше чтобы подрезать они прямо как канаты. Это разница как знаете между курицей и уткой примерно такая же как между тренированным человеком и нетренированным Ну а дальше так же как у курицы то есть выломать вот из этого сустава и отрезать вот по по мясу уже чтобы опять таки по костям не пилить Ну и будет вот эта коренная нога Собственно в утке больше есть особо нечего Если там выживание конечно да надо полностью ее чистить там это все Ну потом все вот эти кости еще можно сварить и обглодать их Ну максимум что еще можно сделать это вот вот так вот скрыть эту грудину Здесь кости они как бы такие соединения у них они легко режутся И вот сердце можно забрать Горячее Можно посмотреть на состояние печени потому что по состоянию печени это естественный фильтр Так же как у человека в принципе ее состояние определять здоровье Вот чтобы не было никаких включений ничего такого Ну то есть вот качественное мясо Здесь какие-то паразиты там кто-то боится Ну кипячение варенье это все убивает их Ну вот в принципе что вот как бы вот и желудок вряд ли будешь есть Желудок единственное что можно посмотреть чем они питаются Камешки резко Ну бывает иногда там кукуруза если знаешь где там эта кукуруза растет или горох Откуда они летают направление легко понять Ну собственно вот это все Можно вот это почистить А так принцип я показал Теперь как я это готовлю Да чаще всего на самом деле вот кладу в котелок такой И дальше с собой же носишь какие-то вот походные Ну в сушеном виде Корпа какая-то либо смесь там сушеные овощи Ну вот чуть-чуть там грамм 80 Туда вот это мясо Приправы какие-нибудь тоже желательно брать Если мясо хотите сохранить их можно изволять в этих приправах И кстати утки когда их много настрелял Вот птицы чем отличаются допустим от травоядного животного Вот если его подстрелил птицы достаточно долго могут храниться Потому что у них в кишках там какая-то кислота И там никаких особо микроорганизмов нету Ну битая птица может даже там При такой погоде там трое суток лежать у нее пахтится Ну смотреть конечно надо А копытные конечно там надо сразу их чистить Потому что там огромное количество целая фабрика микроорганизмов Там начинается бум Сразу и мясо может закиснуть Птице в этом плане удобно В жарку погода бывает такое что Мухи налетают причем даже не начищенных еще Ну вот чтобы мясо они свои личинки не откладывали И не грязнили его И хотите как-то мясо сохранить сейчас есть не хотите Можно развести костер Какой-нибудь дым сделать И просто так вот минут пять над дымом подержать Чтоб пленка эта образовалась такая копченая Она это мясо будет сохранять И мухи перестанут налетать Ну а так как готовить я сказал Сейчас грибов там много что собрал Можно туда покидать И вот это мясо вкусно получается Единственное что как добавку Хорошо вот эти походные пакеты иметь Сушеные овощи какие-то туда накидать Хороший суп получается с грибами Сейчас ел А это оставлю Натру специями Прям в котелке будет лежать Ну и обычно еще там Какая-нибудь банка есть С топленым маслом Ложку топленого масла туда Маленьких птиц можно вообще там просто Они легко очищаются Там конечно их чистить так не надо Вообще считается что мясо в птице вкуснее Когда оно не на костях В отличие от барана или еще кого-то Ну с маленькими ничего не поделаешь Там их легко можно очистить Можно даже не потрошить Как-то там поджарить Как вам больше нравится Ну я вальшников имею ввиду бекасов Под собаки их стреляю Ну то есть вот сегодня вот такое взял Это вот приправа какая-то Вот так вот прям сделать Нормально будет сохраняться Единственное отсмотреть Я по крайней мере так делаю Чтобы соли не было слишком много Соль действует как консервант С одной стороны помогает это мясо Сохранять вкус Может для кого-то улучшает Слишком много не стоит его есть Потому что охота и всякие переходы Туризм это связано с какой-то активностью Но если соли много есть Просто очень тяжело вам будет И физически и вы с собой Будете очень много таскать Такая нездоровая тема Ну а в качестве вот этой добавки Сюда мне останется просто вот такой вот Я взял булгур с овощами Тоже просто чтобы самому не готовить Как-то времени не было Чаще я сам делаю Ну то есть здесь крупа Какие-то тоже овощи сушеные Тоже чуть-чуть сюда насыпать Потом водой залить и приготовить Ой кстати очень вкусно получается Ну а шметки конечно лучше не кидать Рядом с лагерем Потому что если тепло то протухнет И всяких этих хищников привлекает Но меня больше лисы бесит Вот они ночью приходят и так сильно корчат Подпрыгиваешь аж Тут в основном вот всякие хищные птицы Вот сейчас вот этот Теревятник пролетел А так всякие коршуны Конюки они сразу собирают Так обычно вот я Трубчатые кости вытаскиваю Что же для собак они вредно Могут пролить их Проколоть там что-нибудь А все остальное собака съест Кстати научился вот эту палатку ставить Я ее просто на палку Обычную повыше сделал Тогда она растягивается Так что я не касаюсь ногами стенок Сейчас нижнюю вытащил уже этот тент Ну такая она неплохая получилась То есть чисто охотничьего места много Ну ладно надеюсь это было интересно Прежде всего начинающим Спасибо что смотрели До новых встреч